Новость о смене командующего российским миротворческим контингентом в Карабахе вызвала в Армении некоторое воодушевление. Согласно активному сируемой версии, решение Москвы непосредственно обусловлено растущей напряженностью в регионе. По сведениям армянской прессы, перед новым командованием миротворческими силами поставлена задача обуздать так называемую агрессию Азербайджана. Ссылаясь на источник в российских кругах, газета «Грапарак» пишет, что бесперебойная работа Лачинской дороги является некой красной линией для России. Отмечается, что генерал Волков не справился с возложенными на него задачами, в результате чего маршрут якобы оказался заблокирован. Разрулить ситуацию поручено новому командующему миротворческим контингентом. По имеющимся данным, российскую миссию в ближайшие дни возглавит советник министра обороны генерал-полковник Александр Ленцов. Армянские СМИ характеризуют его как опытного военного, известного своими волевыми качествами и тесными связями с Шойгу. То есть подразумевается, что это именно тот человек, который способен за счет жестких мер и особого доверия высшего начальства эффективно решать поставленные задачи. В качестве главной из этих задач армянская пресса указывает урегулирование ситуации вокруг создания азербайджанского КПП на Лачинской дороге. Оптимизм армян представляется преждевременным, учитывая, что функционал миротворцев ограничен и не предусматривает задействование радикальных мер. Вне зависимости от того, кто руководит миротворческим контингентом в Карабахе, российские военные вынуждены коррелировать свои действия с одним очевидным фактом. Они временно находятся на суверенной территории Азербайджана, признанной на международном уровне, в том числе Россией. То есть те или иные импровизации, выходящие за рамки этого факта, однозначно недопустимы. Баку не связан никакими обязательствами по согласованию с кем бы то ни было своих решений по обустройству освобожденных территорий. Контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией установлен на основе именно такого подхода, и постороннее мнение по этому поводу в расчет как не принималось, так и не будет приниматься. Не является исключением в данном контексте мнение Минобороны России, согласно которому Азербайджан предпринял односторонние действия. Претензии абсолютно беспочвенные и непонятные. Совершенно очевидно, что действия Азербайджана продиктованы исключительно соображениями собственной безопасности. А то обстоятельство, что они носят так называемый односторонний характер, объясняется предельно просто. Решить проблему незаконной эксплуатации Лачинской дороги в сотрудничестве с российским контингентом не удалось. По той причине, что российская сторона предпочла увильнуть от такого сотрудничества, несмотря на неоднократные призывы Баку. В то же время есть неопровержимые свидетельства тесного взаимодействия миротворцев с незаконным сепаратистским режимом в Ханкианди. На этом фоне претензии в адрес Азербайджана представляются в высшей степени неуместными. Перекрытие каналов поставок вооружения из Армении в Карабах было задачей повышенной важности, и Баку не мог тянуть с ее решением, полагаясь на добросовестность миротворцев. Особенно в условиях, когда никакой добросовестностью и не пахло. Напротив, средства наблюдения неоднократно фиксировали передвижение армянских военных грузов в сопровождении российских военных. В итоге Азербайджан принял абсолютно адекватные и законные во всех отношениях меры, сочтя их обсуждение и согласование попросту бессмысленным. Особо отмечу, что эти меры полностью соответствуют трехсторонним договоренностям, предусматривающим использование Лачинской дороги в сугубо гуманитарных целях. Создание КПП в начале дороги на границе с Арменией никоим образом не препятствует доставке гуманитарных грузов в Карабах. Подтверждением тому служат в том числе официальные отчеты о деятельности миротворцев. В опубликованном накануне информационном бюллетене указывается, что автомобильной колонной российского контингента в Ханкянди доставлен гуманитарный груз. То есть, вопреки истерике Армении и ее покровителей, ни о каком нарушении прав армянского населения Карабаха не может быть и речи. Азербайджан верен своим обязательствам, свидетельством чему служит объективная реальность. Что касается смены командования российского контингента в Карабахе, то Баку рассчитывает на конкретный эффект от назначения нового руководителя миссии. Прежний командующий допустил в своей работе неприкрытое самоуправство, последствия которого должны быть незамедлительно устранены. Инспекцию проблемных месторождений в зоне временной ответственности миротворцев никто не отменял. Азербайджанским специалистам требуется беспрепятственный доступ к этим рудникам, и российские военные обязаны его обеспечить. Если этот вопрос не найдет своего согласованного решения, то Баку вновь будет вынужден действовать без оглядки на чего бы то ни было недовольства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова